Так вот, вернёмся к тому, что я говорил про подвеску, она мне не нравится. На самом деле, нормальная подвеска, подвеска и подвеска, подумаешь, она чуть сбоку, на самом деле, и в любительских моделях часто встречается такая, там, не такой сильно выламывающий момент, на самом деле. Проблема там больше в том была не в том, что момент выламывающий, из-за того, что амортизатор сбоку расположен, а в том, что он всегда под напряжением, под каким-то, то есть он всегда не в максимально разжатом состоянии, а немножко согнутом, и именно это создавало напряжение на подвеску больше, чем то, что он сбоку расположен. И я, мне это в любом случае не нравилось, я хотел просто переделать, вот просто, не потому, что это лучше, хуже, а просто потому, что я хочу вот так, чтобы амортизатор размещался именно вот так, как сейчас. По-моему, это куда более спорткарней и круче выглядит, эффектнее. Ход подвески сейчас очень хороший, очень умеренно мягкий, умеренно жёсткий, по-моему, шикарно. И здесь особо велосипед изобретать мне не пришлось, на самом деле я сначала поковырялся сам, у меня ничего не получилось, потому что я крепил амортизатор вот здесь вот не на трёшке ставил, а четвёрке, просто-напросто ставил четвёрке, крепил амортизатор, получалась полная шляпа, ход был сломан напрочь, он болтался, с жёсткостью вообще неправильно сохранена была, в общем, абсолютно неправильное конструкторское решение такое, он мешает вам. Но когда я посмотрел, что крепить его надо вот к такой букве «Г», которая жёсткость имеет снизу, то бишь при сжимании амортизатора буква «Г» смещается, как вы видите, относительно вот верхней серой детальки, то есть она упирается в нижнюю, и всё стало на свои места на самом деле. Но внутри я оставил опять же той же конструкции, которую я где посмотрел, но Лего не первый же год существует, и здесь закреплено всё на восьми буквах на уголках, вот таких вот, чёрно-жёлтые, они потому что у меня оказалось нету чёрных уголков, и красных тем более у меня нет уголков, хоть на чём-то я закрепил. Но на самом деле, если бы у меня их не было, можно придумать что угодно, как это закрепить, это уже не, скажем так, не проблема. Тут просто нужно жёсткий какой-то мост приделать, чтобы всё это закрепилось, и тут воля, скажем так, свободная уже. И мне нравится за то, как получилось вот здесь вот, знаете, выглядит как будто реально я крутой такой конструктор, а вот видите, вот эта ось, это «Hand of God», то есть рука Бога, которая отвечает за поворот колёс передних. На самом деле, я не уверен, что это останется в финале, потому что это просто за ненадобностью. Я не очень люблю этот функционал, хотя во все модели, которые собираются, именно используют, вот есть радиоуправление, а всё равно используют, блин, возможность руки управлять колёсами, не знаю, такой джентльменский набор функционала. И здесь, как видите, буквально один слот есть, чтобы эта ось прошла, видите, как идеально они вписываются сюда. Я прифигел такой, ну, крутяк, крутяк получился. Ну, естественно, это было лишь полбеды создать крепление амортизаторов, потому что здесь шла ось, как вы помните, где сейчас серая дырка, здесь шла ось. И этой осью здесь больше быть не могло, потому что амортизаторы ей не давали здесь разместиться, блин, лазурки не будете видеть сейчас. Ну, в общем-то, как её не крепи, эту ось, амортизатор будет в неё биться, причём сразу же. Он даже, по-моему, не даст закрепить её, потому что здесь уже подъём идёт. И стало очевидно, что нужно придумать какое-то другое решение для крепления задней части, потому что на одной нижней балке всё это не будет держаться, это днищенство. Да и тут надо что-то делать, тут же и вот эта вот деталька тут прикреплена, вот эта вот, которую я вам показывал. И батарейный блок, всё это нужно было на чём-то закрепить. Я долго ковырялся, пытаясь придумать костыли как-нибудь тут уголками, всё это нагородить. Ничего не получалось. В итоге решил пойти от обратного, то есть взял, точнее, то, к чему я должен прийти, что вот здесь у меня должна быть рейка идти. Кстати, она на два дальше шла, вот ещё на два отверстия, но на втором отверстии крепился как раз-таки спойлер. Пока что это тоже недалеко не финальный вариант, возможно, я всё ещё переделаю, но посмотрим, пока что так. Так вот, я взял букву Г, потому что нормальный Г точно не подойдёт. Что-то брать помимо буквы Г тоже не вариант на самом деле, потому что, ну, мне придётся здесь углового так крепить что-то, чтобы сделать арку под амортизатор. Соответственно, логичнее всего взять букву Г. Здесь же ещё одна буква Г идёт, опять же, жёсткая, получается такая конструкция буквы... Ну, блин, в тетрисе такая деталька есть, то есть прямая, короткая, прямая. Дальше пошло к остелированию вот здесь. Сейчас, вы видите, хорошее, нормальное решение, но тут, блин, я чё только не придумывал. И разместить палку вот так вот, её вот закрепить, вон, к нижним деталькам вот как-нибудь, хотя это неплохой вариант на самом деле, но он данищенский в любом случае, вот, то есть вот так вот сделать балку, вот там снизу её прикрепить, здесь её прикрепить, ну, получится, ну, хрень какая-то, ну, как вариант на самом деле, если бы другого решения не было, я бы так как-нибудь и сделал, но он мне не очень нравится. Здесь какими-нибудь буквами Г, маленькими тут всё нагородить, ну, тоже, знаете, видно, что какой-то огород нагорожен, а можно проще, то есть когда чрезмерные сложности, конструкция не нужна, то есть решение должно быть элегантно, допустим, вот как с батарейным блоком внизу. То есть, видно же, здесь всё элегантно, никаких костылей нет, то есть здесь прослойка, здесь расширение, всё прям как в литое сидит, здесь как в литое сидит, а вот здесь у меня не создавалось ощущение, что получается что-то, что лежит как в литое, и здесь меня осенило, на самом деле, блин, здесь меня осенило такая гениальная вещь, как тот факт, что меня раздражает угол крыши, он меня всегда раздражал, я, кстати, об этом, по-моему, не сказал в видеообзоре, но, тем не менее, был такой, есть факт. Сейчас крыша практически горизонтально располагается, ну, чуть-чуть она вниз идёт, вот прям чуть-чуть, горизонтально она должна, наверное, вот так вот располагаться, но это мелочь уже, на самом деле. А базовый угол наклона крыши, вот примерно вот такой вот, ребят, вот так вот он идёт, да. Ну, то бишь, вы видите, такой домик какой-то получается, я не видел автомобилей, где крыша располагалась бы вот с самого начала, вот прям над самым креслом водителя, шла под лютым углом вниз, вот под таким вот, ну, по-моему, это какая-то шляпа, серьёзно, ну, домик такой получается, выгнутый, выглядит это карикатурно, жалко, я, кстати, не заснял это, ну, не знаю, может быть, на обзоре можно это увидеть, когда вид сбоку какой-нибудь, но этот факт есть, и он меня раздражал, не знаю, чем это мотивировано леговцами, потому что, ну, это полный хрень. Так. И на самом деле добиться нормального угла крыши, такого, ну, типичного, какой я хочу видеть в автомобиле, это было очень легко, в общем-то, вот эту букву Г просто-напросто поднять на один и вверх, на один пин. Никакой ошибки, кстати, не было. Я думаю, может быть, я ошибся и неправильно собрал, поэтому у меня крыша так сильно вот тут вниз задавлена и некрасиво выглядит, на самом деле. Нет, нет никакой ошибки. Поднял на один вверх, и вот эти чёрные детальки тоже просто, они закрепились на один пин, вот там внизу, выше. Они стали под большим углом, эти раньше не шли под более тупым углом. Вот, собственно, и всё. У меня появилось лишнее отверстие, именно там, где оно мне нужно для крепления заднего моста. Я просто добавил сюда рейку на 7, как вы видите, сидит как влитая, и выглядит всё достаточно компактно и красиво и логично. Здесь у нас мост, здесь у нас крепление для батарейного блока, никаких костылей не видно. Ну, вот эта букву Г выглядит костыльно немного, потому что, ну, тут не нужна такая большая букву Г. Но это уже не обращаюсь так внимания на самом-то деле. Вот. И вот, знаете, сколько ушло у меня времени, чтобы вот это вот собрать? Ну, часа два с лишним, чтобы вот собрать новую подвеску и заменить вот эту рейку на то, что вы сейчас видите. Серьёзно, больше двух часов ушло. Ну, я знаю прекрасно, что на слух никто не поймёт, сколько это на самом деле времени. Я уже убедился это по холоду, поэтому подкаст тоже, наверное, будет. Когда говоришь людям, вот я трачу двое суток просидел, вот, чтобы сделать видеоряд для холода. И, ну, я так понял, никто не воспринимает на самом деле какой-то объём двое суток абстрактный. Особенно, кто ничего никогда в своей жизни не создавал, тот не понимает время затрат. Вот. Потому что люди писали, ой, я хочу тебе помочь. За 15 минут делали какое-то говно. Но в итоге, ой, я понял, что это не моё, и сваливали. Им явно было непонятно, что нужно тратить на это время намного больше, чем 15 минут. Вот. Пока они сами не прочувствовали, что за 15 минут говно сделать, а больше времени это неохота тратить. Только тогда они стали понимать, видимо, как это трудоёмко и сложно какой-то процесс. Вот так и здесь, ребят. Пока вот два часа не присидите, чтобы заменить одну рейку вот здесь вот. На вот такую конструкцию, которая есть сейчас здесь. И также переделать мост вот этот вот задний. Вы не поймёте, на самом деле, насколько это трудоёмко заменить там 20 деталек вот здесь. Потому что всё взаимосвязано идёт. Вам приходится в голове вертеть эту модель, как только можно. Представляя и моделируя, какую детальку откуда вы можете вынуть. Какую детальку вы можете сдвинуть, поменять, заменить, добавить. То есть, это очень сложно, это объёмный такой процесс. И мне он нравится. То есть, он, скажем так, созидательный. Он не разрушающий. То есть, это не какой-то там срач в интернете, да, доказывать кому-то, что он неправ. И что там, Танки Онлайн, это крутая игра. Это, знаете, бессмысленно. Конечно, как и на саму игру эту тратить время. Вот. А посидеть 2 часа, помоделировать что-то, это очень здорово. Развивает мышление. Ну, если бы оно у меня не было развито изначально, то я бы в Робокрафте ничего бы не мог построить. И здесь бы ничего не мог построить. Я уверен, что многим, дай в руки этот конструктор, набор, никто ничего не соберёт в жизни. Потому что в Робокрафте, вот, казалось бы, 4 вида блоков. Квадрат, куб. Ну, там, куб, треугольник. И всё, что нужно уметь, это просто их крутить между собой. Добиваться формы. Ну, даже этой элементарной, какой-то хорошей, нормальной декоративной формы люди не могут добиться. А здесь деталей просто миллион. И мыслить нужно, ну, соответственно, блин, намного больше нужно фантазии использовать для всего этого. А маркировка, набор, это стоит, там, для детей 10 лет, между прочим. Или 10-12, что ли. Ну, сами понимаете, в 10-12 вы спокойно можете, должны уметь это собирать. И желательно пересобирать на свой вкус тоже. Вот. Тогда вы будете нормально развито считаться. Но это такое лирическое отступление к тому, что работы здесь ещё не початый край. Настолько много, что это, знаете, ну, даже 10% может быть всего лишь от результата, который я должен сделать. Потому что, что делать с коробкой передач? Делать ли здесь нормальную коробку передач? Трёх скоростную плюс задний ход. Либо ставить сюда пятискоростную и задний ход. Но пятискоростную её не найдёшь. С готовых решений. Они все платные. Они либо есть где-то встроенные, и надо покупать готовый суперкар. Либо отдельно. Но самому собрать пятиступенчатую с задним ходом я вряд ли соберу. А вот четырёхступенчатую можно что-то, наверное, придумать. Либо же оставить функционал здесь. Каким функционал я хочу? Мне почему-то хочется сделать двери на пневматике. Не знаю, это Дничинский, мне кажется, будет выглядеть. И профессионалы легостроения скажут, что это уфу, пневматика в механике. То есть шестерёнки мог бы сделать нормально. Но почему-то мне хочется с детства, чтобы двери пневматические открывались. Не знаю. Плюс это легче будет сделать. Но проблема в том, что нет у меня никакой пневматики вообще. Ни одного набора не попалось мне в руки на данный момент. Потому что они все дороговаты относительно. Дальше передняя часть. Что здесь делать? Это тоже надо всё пересобирать. Тем более, что придёт момент, когда надо будет устанавливать радиоуправление. А здесь тоже вопросов-то куда больше, чем ответов. Здесь, конечно, место-то и есть. Вот здесь. Можно сказать, что здесь, смотри, сколько Серёга, дофига места. Но XL мотор сюда просто так не поставится. Потому что здесь есть, как минимум, ещё оси. Вот эта вот ось, которая поднимает капот. Куда её деть? Её никуда не денешь. Никуда не денешь. Есть вот эта ось, которая отвечает непосредственно за поворот колёс. Её тоже никуда не денешь. Ну, в общем-то, сами понимаете, здесь прогемороиться ещё можно долго. Я, помните, ставил на самом деле сюда XL мотор. По-моему. Не по-моему, а точно именно здесь у меня размещался. Но я делал всё это по готовому решению. Нашёл где-то в интернете инструкцию. Типа 80-70 набор. Там RC-мод. И прямо указано, где какие детальки менять, чтобы всё это сделать. Но мне сейчас не хочется это делать. Потому что я знаю, что это реально. И, соответственно, мне интересно самому придумать, как всё это переделать так, чтобы... Чтобы заработало. Ну, если в самый тупик войду, конечно, поищу эту схему. Наверняка я её до сих пор можно найти. Может быть даже на компе где-то она сохранена. Но, возможно, я хочу поставить сюда не один XL мотор, а два M мотора. Но, по-моему, на них будет здорово выглядеть. Но как это разместить? То бишь, как вы видите, здесь ещё очень много, на чем можно работать. То есть, потенциал для модернизации одного простого набора вот этого. То есть, огромен. Лишь бы была фантазия и желание. То есть, кому-то неинтересно будет, допустим, переделать этот 80-70. Кому-то интересно разобрать его полностью и собрать что-то своё. Ну, не знаю. Мне вот почему-то, как мечта с детства, хочется именно этот Red Supercar. Ну, не этот, но он стал, скажем так, эволюцией той мечты с детства. Да, руль, чтобы вращал колёса. Это тоже нужно сделать. Потому что сейчас он просто здесь закреплен декоративно. Это такое днищенство тоже, на самом деле. Лего-днищенство базовое. Нужно заставить его вращаться при повороте колёс. То есть, вот так вот вращаешь, чтобы руль тоже поворачивался при этом. Вот это здорово. Но это не так сложно, на самом деле. Как кажется, этим будет легче заняться, когда уже будут непосредственно внутри моторы, чтобы посмотреть, куда непосредственно легче шестерёнку прилепить дополнительно на руль. На вращение. Цилиндры надо как-то будет заставить вращаться. Ну, в общем, работа здесь не початая. Реально, то, что вот сейчас сделано, это процентов 10. Самая такая базовая эксперта, кто там спокойно собирает наборы, ну, как наборы, там, модели с 2000 деталей полностью, там, со всеми этими уже, блин, автоматизациями. Для них всё это такой детский лепет, на самом деле. Но все с чего-то начинают. То есть, блин, я очень редко и мало этим занимаюсь просто-напросто. Поэтому скилл не разрабатывается мой по конструированию, он забывается. Но могу сказать, что чем больше я работаю, то есть, с каждым днём всё равно легче становится что-то придумывать. То есть, когда я, по-моему, в 2011 году купил этот набор, мне казалось вообще нереальным здесь что-то заменить. Потому что эту детальку убираешь, там всё сразу вся конструкция ломается, сыпется. И не убирается уже всё, что сделать. А сейчас я вижу по-другому уже мыслью, то есть, есть для меня, скажем так, часть машины, это боди-ворк, это внешнее, грубо говоря. Я смотрю на неё отдельно, и есть внутренние, то есть, это механизмы. Соответственно, уже в других плоскостях идёт мышление. То есть, внутри можно что-то поменять, а потом просто уже смотреть, как к нему можно привязать имеющийся боди-ворк. Ну, внешнее. То есть, блин, серьёзно, вещь шикарная. То есть, дарит удовольствие на раз. Абсолютно не жалею. Закончу тем, что, прежде чем я задам важные вопросы, о которых я говорил, тем, что писали комментарии, типа, о, вы взрослый мужик, и там, конструктором играет. Ну, честно, серьёзно, ребят, если вы, вот это занятие, оно намного, блин, в сто раз лучше, чем сидеть в дотан. Серьёзно. Сколько бы вам лет не было. Потому что, ну, это, я уже рассказал, что это за занятие, как оно влияет на ваше развитие, на ваше мышление. То есть, по-моему, очень неплохой такой посидел. Причём оно не приносит никакого негатива. То есть, если вы слились, там, кто-то миды затащил, вы не затащили, вас не бомбит. Потому что, ну, я не видел, чтобы у конструкторов Лего бомбило там. Ай, блин, чёрт, в вашу в жопу деталька не влазит. Ядрить вашу по голове, блин, нубы-читеры. Детали неправильные выпускают леговцы. Вот такого я не видел. Ни одного, серьёзно, нормального лего-разработчика. Все спокойно сидят, думают, то есть, это другой уровень мышления и развития культуры. Поэтому не вижу ничего плохого в этом увлечении. Наоборот, очень жалко, что оно такое непопулярное ни среди детей, ни среди взрослых. Особенно в России. В России вообще много интеллектуальных вещей, непопулярно, допустим, ККИ. Вообще, вот, скажи, спроси, что такое, никто не знает. А за рубежом, в Европе, спокойно там даже, ну, в общем, не буду говорить о чём, но там, это зашибись, популярно на самом деле. И клубов дофига, и народ играет, и считается это нормальным. Всех возрастов, при чём, играет у нас. Нет, у нас нормальным считается взрослым пить ягу на лавке и смотреть перед телеком футбол, и рассказывать, какие наши футболисты-донари, и это вот взрослые занятия. Так вот, такое вот лирическое отступление. Какие вопросы я хотел вам задать? То, что я уже вспомнил, вчера вспомнил буквально. Оказывается, уж месяц назад я озвучил первую часть истории Лего Техника, но так его и не смонтировал. Монтажом заниматься терпеть не могу. И проблема в том, что я его так и не домонтирую, наверное, никогда, если так и продолжу работать. Но можно выпустить в варианте, как я делал для обзоров патчей, девблогов, точнее, по Расту, то есть просто веб-обзор. Потому что самая важность именно в том, что я рассказываю, а не в том, что я показываю. То есть там разница невеликая. То есть вот в таком варианте. Плюс у меня еще есть желание, ну, перетекающая история, чтобы она перетекла в такой обзор наборов по годам. То есть наборы 2010 года. То есть вот такие-то новые детали там появились. Вот этот набор мне понравился тем-то, тем-то. Вот этот я купил бы потому-то, потому-то. Вот в таком варианте дальше делать по новым обзорам. И плюс которые наборам, и которые вот еще не вышли. Сейчас уже появляется информация о наборах первой половины 2015 года. То есть, по-моему, очень неплохо. Но если заниматься с монтажем, я с этим вообще завязан навсегда. А веб-обзор очень хороший. То есть в браузере, там где все эти картинки есть, просто открыть, показать. Там же я могу показать какие-то детальки непосредственно. То есть, опять же, мне не надо это монтировать. Вот как вам такая идея? По-моему, для развития вширь, скажем так, рубрики LEGO, по-моему, очень даже неплохо. Вот. А на этом я буду уже заканчивать. Рассказал все, что мог, по-моему, по текущему состоянию. Кстати, это кажется, что модель разобрана очень сильно. На самом деле, снято только вот здесь деталька декоративная и двери. В остальном она полностью собрана. Если капот снять, то вообще создалось бы ощущение, что модель на 70% разобрана. Но это не так. Обманное такое впечатление. Так же, как и с задней части. То есть, добавить вот эту крышку, которая вот на этих пинах, она прямо такая же останется. Просто крышка с этим. Она уже собрана. И вот эти декорки, которые я вам показывал, и колеса. Все, модель собрана. Ну, сзади только не будет ничего, потому что там оно его и не было. А так, опять же, я удивился, когда вот снял буквально пару частей внешних. У меня стало такое впечатление, что я вообще разобрал все полностью. Но на самом деле, это не так. Все более-менее собрано. Ну, наверное, действительно буду заканчивать. Пишите комментарии, ставьте лайки. Надеюсь, что развлекал он только себя. Ну и вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!